В здании филологии и межкультурной коммуникации прошла выставка Михаила Захарова, корреспондент Татаринформ, который лично посетил Лисичанск и несколько других городов Луганской народной республики. Тяжелой жизни жителей и о том, как республика Татарстан помогает Лисичанску, этому посвящена экспозиция. Показать резкий контраст между жизнью здесь и вот этим вот, ну, фактически средневековьем, в котором оказались люди, которые жили в таких же условиях, вот как мы с вами, Еще в сентябре 2022 года республика Татарстан взяла шефство над городом Лисичанск и многократно высылала гуманитарную помощь. Коробками с продуктами, теплыми вещами, лекарствами. Всем этим татарстанцы снабдили жителей города. Вместе с волонтерами и врачами республики отправился и Михаил Захаров. Он и Светлана Белова, корреспонденты Татаринформ, собственными глазами видели, как жители города, несмотря на все трудности, радуются жизни. Очень жалко людей, очень жалко всех и военных, которые там воюют, погибают, и мирных жителей, которые, они буквально живут на линии фронта. Нуждаются во всем, буквально потому, что там ни денег нет, ничего нет. Казанский федеральный университет также принимает активное участие в оказании помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Еще в октябре прошлого года всеми институтами Казанского федерального университета была одобрена идея о отправке гуманитарной помощи в Мариупольский университет и город Лисичанск. Инициатором идеи выступил Елабужский институт Казанского федерального университета. Одобрение идеи получил не только от студентов и преподавателей, но и от ректора университета Ленара Сафина. Вот в том же самом Лисичанске в больнице работает 30 человек врачей. Врачам, конечно, рады, потому что там ведь уехали все. На фотографиях Михаила Захарова запечатлена тяжелая судьба горожан Лисичанска. На фоне разрушенных зданий и улиц течет обычная жизнь. Из-за постоянных обстрелов людей на улице мало. Но на некоторых фотографиях можно увидеть детишек и местных жителей с улыбкой на лице. Николай Осуховский, Фарид Захитоглы, Универньюз.